Никотиновый вдох В рыжей глине дыра Майта, как сорняк, телевизор в печи Удержав из стояк, воют бабы в ночи Без надёги иной я не переживал Коллективной виной сделал шаг и пропал Давит воздух густой, но тебя не забыть Мертвецов напоить родниковой водой Голоса белины тянут мысль одну Ты вернёшься с войны вновь попасть на войну И летят облака, разбиваясь вдали Окрутые бока нашей плоской земли Тёмен век мой, Господи, как всё случилось Рваный лик твой, укололась и забылась Не сходи с ума, это не твоя война Ждут грачи в полях весной Родина, вернись домой Родина, вернись домой Мы с вами первый раз встречались почти три месяца назад Сразу после начала войны с Украиной записали интервью Но тогда нам обоим показалось, что оно слишком сложное Слишком тяжёлое и слишком болезненное Прошло время, мы решили встретиться снова Что изменилось? Мы с тобой не курим Как минимум? Мы не курим Мы так же нервничаем и переживаем Но вот уже не курим Уже, видимо, что-то движется куда-то Появилась привычка к войне? У меня нет А у людей вокруг? У некоторых, да Ты знаешь, что изменилось? Если три-четыре месяца назад все находились в шоке в таком И то сейчас наш обыватель, он как-то пытается о ней не думать уже Изгнать ее из своей души Из головы выкинуть И я знаю много людей, которые в компаниях, собираясь там Говорят, только не о войне Пожалуйста, да Представляешь, да Не из-за чёрстности своей души Не из-за отсутствия эмпатии Как бы инстинкт самосохранения работает Что как-то надо жить Детей в школу водить И война эта, она с нами сейчас есть Но между людьми она исчезает И посмотри сейчас на Невском Масса веселого, красивого, великолепно одетого народа, туристов Улыбаются солнышку, лето И войны нет Такое же отношение к ней, как когда-то было в Чечне А до этого в Афганистане Где-то воюют наши ребята Но воюют не городские, как правило А деревенские ребята Из рабочих кварталов Из дальних деревень Где жрать нечего и работы нет Вот они и воюют И понимаешь, люди пытаются Я не говорю обо всех Но люди многие пытаются от нее Ее отодвинуть Куда-то за горизонт Вы их осуждаете? Конечно, мне это глубоко не нравится Я говорю об инстинкте самосохранения Эти люди Если такая война начнется здесь, в Питере Они будут другими Я просто боюсь этой мысли Что только вот это их может Научить любить мир И ценить его Думать о других людях Так же, как о себе И о других детях Думать так же, как о себе И о других городах Думать так же, как о своих А вы помните, как в 95-м году Когда вы вернулись в январе В конце января из Чечни А здесь было все Как будто бы ничего не происходит в Чечне Январь 95-го Пробыл в Грозном Мы вот в начале февраля где-то Я вернулся в Москву И у меня еще грязь на Берцах не засохла А в Москве все гуляют Целуются Сидят в ресторанах И все все пофигу Но я получил Ну, именно поствоенный синдром Как мне потом объяснили Что как так Тысяча километров И люди помирают Бабушки, дети Мирное население Бойцы Чеченские, русские Солдаты Смерть Ужас Полтора часа-два на самолете И Так устроено человечество А вы сейчас ведете дневник? Всегда Мысли, книжки Вот, пожалуйста, писал Видишь, маленькая смерть В огромный мегаполис Видишь, сколько работы Маленькая смерть Столько вариантов текстов Маленькая смерть Господи Тысячи тонн словесной руды Это уже чистовой более-менее вариант Ну, в общем, так вот все у меня Происходит довольно долго и сложно И чем дольше живешь Те больше слова, конечно, мучают Может быть, утончается вкус А может быть, наоборот Неделю ливень Застряло колесо Потоп Это новая песня Вот хорошая песня писала Ты долго здесь Одна, одна, одна Одна, одна, одна Ты смотришь в этот Стремный мир, как глубина Значит, наше время пришло Значит, все у нас впереди Вот простые слова Значит, мы с тобою одно Имя Ливень нашей первой любви Я написал отличную песню Про первую любовь Вот сейчас? Ну, буквально неделю-две назад Обалдеть Ну, до войны, да А, до войны все-таки? Да, до войны, да Про первую любовь Мне захотелось Точно столько вот этих Телок, сук Всякой гадости вот этой, да Безмозглой такой А тут про первую любовь Знаешь, думаю, че? А чем они поют? А я же слежу за музыкой Ну, как бы За современными, так сказать Питами Рэперами И так далее А я, кстати, вот удивила Что все молодые Исполнители Они боятся любви Они боятся быть Нежными, чистыми Тонкими Это очень страшно Вот наше правительство Тоже так боится Нежными, чистыми Тонкими, добрыми Как-то не круто Круто тёлки Круто там пацаны Круто враги Круто там Ну, и так далее А вот Они боятся этого И в творчестве И в политике Очень много трусости Они все уехали, молодые Ну, уехали А мы остались Потому что мы рок-н-ролл Поэтому? Может у вас Может у вас привычка? Привычка? В смысле? С родиной оставаться Родину любить? Да Правильно Каждое утро выхожу Если не обниму Меньше тысячи берёз День прошёл зря И не поплачу каждый Как Серёга Есенин Ну, это вообще Это нонсенс Так что утром у меня Мациончик Да нет тут берёз в Питере Это же город гранита Человек любящий Родину любящий Он берёз всегда найдёт По крайней мере В ней закопает Берёза Всё равно Наше Сакральное дерево И от него Никуда не денешься Точно Абсолютно Родину любить Если серьёзно Это, конечно Не берёзы целовать Понятие Родины Ну, это банальность Оно разное Да? Вот моя Родина Вот моя Родина Россия Она мне всегда говорила Не ври Говори правду Не делай подлости А у кого-то Родина Она совершенно другой Ему говорит Вот странно Я об этом думаю А Родина Это место Или это люди? Родина Пусть кричат Родина Она нам нравится Да Знаешь, как я эту песню написал? Как? У меня Умер дед Акрам Заболела И доживала бабушка уже Я жил в деревне За печкой Читал доктор Живага А бабушка такая хорошая Талига Это со стороны матери Она татарка Она училась в медресе Она знала совершенно Совершенно все арабский язык А дед был сын Муллы Вообще, да И тоже читал Коран Дед же был образован Да, да Коран Гореев Да И мощный, суровый Включал телевизор Помню И материл советскую власть Для него было идеальным состоянием И причем по-татарски Наверное, по-таган Баши волосы Там все Наругается И потом выключает Говорит Все, пойдем пить чай Такой старенький дом Деревенский Пятистеночка Весь в сугробах И как-то вот все это Электричество То есть, то нет Я написал эту песню Еду я на родину Ну, просто вот эти куплетики Накидал На гитаре ее сыграл Приехал Ребятам понравилось До сих пор она актуальна Да, эта песня Такая классическая кода у нас Черные фары У соседних ворот Люди На ручнике Порванный рот Сколько раз Покатившись Моя голова С переполненной плахи Летела сюда Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на концертах Вот мне орут Родину спою Я говорю У меня все песни про Родину И про любовь Я вижу многих людей Которые говорят Родина, Родина, Родина А за ними пустота и смерть А за моей Родиной и Россией Жизнь Прекрасные люди ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы постоянно искали Предлагали И пытались воплотить в жизнь Идеи, которые Как мы надеялись Изменят мир Мы занимались разработкой Искусственного интеллекта Когда термин Искусственный интеллект Еще даже не появился Так вспоминал о своей работе Вуди Блетсоу Ученый, который первым Еще в начале 1960-х Изобрел технологию Распознавания лиц Блетсоу родился В бедной фермерской семье В Оклахоме И прошел непростой путь Пахал по ночам на тракторе Мыл посуду в кафе По 12 часов Воевал во Второй мировой Но всегда мечтал Заниматься математикой Ученую степень Он получил только в 32 года Но его работа Действительно изменила мир Чтобы алгоритм распознавания лиц Работал Блетсоу и его коллегам Приходилось работать в паре С компьютерной программой В итоге Обученная система Распознавала лица на фотографиях В сотни раз Быстрее, чем человек Но все равно была несовершенна Ее сбивали с толку Улыбки и морщины на лице Но именно она Легла в основу алгоритмов Которые сегодня Используются вообще везде И сегодня искусственный интеллект Помогает делать много всего полезного От безопасной оплаты в магазинах До диагностики болезней Если Блетсоу и его соратники Целыми днями Своими руками Измеряли расстояние На сотнях фотографий То сегодня Компьютерные программы Способны за считанные минуты Обработать миллионы изображений А научиться работать С большими данными Можно в металлогии Сейчас там В любое удобное время Совершенно бесплатно Можно прослушать курс лекций По Data Science Работа с данными Пригодится и в бизнесе И в финансах И в науке И в журналистике И даже в искусстве На лекциях металлогии Подробно расскажут Как устроены профессии Связанные с Data Science И какая подойдет именно вам С учетом ваших интересов И профессионального бэкграунда А для тех Кто решит полноценно Погрузиться в новое направление И начать учиться У металлогии Гибкие условия Можно вернуть деньги Если программа не подойдет Или перевестись на другой курс Переходим по ссылке в описании Записываемся на курс Видео лекций Профессия в Data Science И аналитике И погружаемся В очень интересную И актуальную сферу А по промокоду Скажи Гордеевой Как всегда Получаем скидку 45% На любые платные Онлайн курсы В металлогии Многое сейчас с этим словом связано У нас у всех У всей страны Понимание разное у всех Нужно уточнять смыслы Этого слова Да Я этим занимаюсь всю жизнь Наверное Наверное Это Может быть Мое какое-то Моя работа такая Или предназначение Разобрать До атомов Это слово И шить заново Из печи Вкуснейший пирог Просто Для всех живущих В России 140 миллионов Всех накормить И напоить И так далее Но я Не повар Год не курила Бросила курить Разговор хороший Время тяжелое Я бы не хотела курить Время тяжелое Вот один сербский монах Пришлиня Вот монастырь Такой маленький монастырь Он как бы знаешь В такой вложбинке Вокруг горы И мы вот так же С монахом вышли покурить Я говорю Вы курите? Говорит Такая жизнь Это не грех И мы с монахом С настоятелем этого Монастыря сербского Курим И говорим за жизнь А по бокам монастыря Стоят 4 танка Абрамса И там итальянская Кейфор Ну войска вон Там арабские какие-то Там еще кто-то И вот он окружен Этими танками А вокруг горы И мы туда заехали С друзьями И Их убивают всех Ну монахов То есть приезжают Эти албанские боевики И со снайперки Вот монах пошел За водой Бэмс Хорошо И уезжают А эти вот Кейфорцы Ну так сидят В своих танках И не особо чешутся И убил человек 10-15 уже Вот так Выщелкивают Как забаву И уезжают Выщелкивают И там осталось Ну три-четыре человека Я говорю Вы что Иди едете Иди куда Я говорю Старик Ты чего Ну вас же ты Блин Все Ты же один Настал Ну знаешь Я вот там Действительно Такое мужество Увидел Вот так Курит спокойно В небо Глянул А говорит Здесь Мое место Почему А он говорит Господь Нас уважает Раз он Такие испытания Нам дает Значит Он нас уважает Я потом Песню написал Господь Нас уважает Да Потому что По испытаниям Почет Этот монах Я никогда не забуду Не знаю Жив Он мертв Мы уехали Потом Этот монастырь Так остался Я так Мы так уезжали Он долго Так рукой махал Мы как-то С ним очень душевно Поговорили Так Такого Аскетического вида Такого Ну божий человек Абсолютно И добро в глаза Вот добро Такое Знаешь Как солнце Это весеннее Так А я видела Видео Где на концерте В Твери Это было через Несколько дней После начала войны Такую тяжелую Речь Сказали Как люди реагировали Там короткий кусок Поэтому непонятно Что люди сказали Это была не Тверь А Тула Тула Тяжелейший процесс Трагедия И Ну вы Те кто постарше Меня знаете Уже Мы 40 лет Играем Поем песни И я думаю Что я сделал Для того Чтобы этой бойни не было Не знаю Вот И ты начинаешь думать А вообще А как ты жил Что ты вообще сделал В этой жизни Сынок Я очень долго Размышлял На эту тему Играть Ну концерты Или не играть Людей убивает Понимаешь Убивает людей Я такой Выхожу И пою что-то Говорю что-то До сих пор Эта мысль Во мне торчит Как гвоздь В стакане водки Да У Гребенщикова Вот До сих пор Я окончательно Не понимаю Нужно сейчас играть Или нет Но все-таки Я склоняюсь к тому Что нужно играть Нужно Говорить с людьми Но говорить серьезно И говорить спокойно И И больше по душам И наверное Мы эти концерты Будем продолжать играть Ну даже не играть А проживать Эти концерты Ну это очень тяжело Когда ты не можешь Пошутить Как раньше Что-нибудь Какую-нибудь там Какую-нибудь шуточку вернуть Там я не знаю Предлагаю Володину Дать новое Высокое звание Владимиру Владимировичу Путину Звание Родина-мать Или что-нибудь Что такое Ну вот Я не знаю Народ очень нервный Очень озабоченный Как жить Что делать К нам Очень неплохие люди Приходят на концерт И мало людей Приходит за удовольствием Каким-то таким Физиологическим Посмотреть На перья Шемчука На его мощные Мускулы Пресс Как они настроены Эти люди А подумать Подумать Поговорить Подумать Подумать Поразмышлять Я хочу Чтобы меня Правильно Поняли Конечно Смерть Гибель Людей Война Это все Ужасно Отвратительно И бесчеловечно И можно Много Эпитетов Сказать Но Время величайшее Время По трагичности Своей Три месяца Назад Вы сказали Что вы будете Играть концерты Потому что Людям это надо Да Прошло три месяца Концертов нет Да Недолго Музыка играла Концертов нет Но мы дали Арсен Сколько Шесть Десять Да Десятых концертов Да Сыграли Во время того Интервью дал Только один По-моему Концерт А сейчас Уже десять Ну Что изменилось Все залы Где мы выступали Они против войны Были все До одного Прямо целиком зал Да Фактически Да Все Про эту Дурацкую жопу Я в Екатеринбурге То же самое Все говорил Там на меня Не настучали А вот в Уфе Вот случилось Ну ты знаешь О чем я думал Первый концерт ДДТ Мы провели В Уфе В Нефтяном институте В мае В 1982 году Это был первый И последний Концерт Нашей группы ДДТ Уфимского созыва После этого Не стреляй Не стреляй Может быть Может быть Плохо Играющий Ну настолько Любящий Рок-н-ролл Вот этот Дух Дух Драйв Мир Иисус В принципе Я бы Тем Юркой Глава Уфимского Дух Абонт 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 как-то не по себе, да, неловко. А потом, когда я увидел, как люди радуются друг другу, что их много, их много. Ну, я не знаю, может быть, я на себя одеялоте, но я считаю, что группа ДДТ именно сейчас нужна России просто на концертных площадках, потому что мы резко социальная группа, у нас много песен и размышлений и о родине, и о прошлом, и о будущем, а это сейчас волнует многих, и можно с этим соглашаться или нет, но мы сейчас должны играть именно в России, потому что на Западе там хватает миротворцев, а вот здесь маловато. И поэтому, когда нам закрыли концерты, ну, это было самым жестоким ударом, потому что нас лишили работы, важной работы, нужной. Речь даже уже и не о деньгах. Нам запретили выполнять свой долг перед страной, говорить свои мысли, делиться своим теплом с людьми. Нам вот просто запретили долг исполнять. В тот момент, когда вы сидели, этот протокол подписывали, вы хотя бы на одну секунду пожалели, что вы не уехали? Нет, конечно. Ну, представь картину. Вот зал орет, да-да-да, шивчук. Я иду, ну, как бы попрощались, все, а зал же он кипит, как бы там. Все там, ура, все, и я иду по стадиону этому, иду в гримерку свою. А раз справа появился ОМОНовец, раз еще слева, и они молча идут. Потом еще один, еще один, еще один, там люди в штатском. Я думаю, ну, ладно, дохожу до гримерки. Они столпились в дверях, на меня смотрят, как моя жизнь. Я говорю, ну, что вы застыли? Давайте, заходите, сфотографируемся, и оставьте меня в покое, я весь мокрый, мне надо переодеться. Давайте там это. Они так смотрят на меня, а мы, говорит, не по этому вопросу. Я говорю, по какому? И тут они вперед выдвигают барышню такую, милую. И она таким казенным, судейским голосом прибыл в дверей, дает по постановлению, там, правительство, закону, там, часть первая, там, вторая, третья. Я говорю, погодите, это что? Ну, вот вы тут наговорили, все, типа. Ну, очень интересно было. Ребята моложе моего сына все. Вы испугались? Да какой испугался? Ну, ты что? Хорошие какие-то глаза даже, ну, а с прищуром некоторые. Я говорю, да, я против войны, конечно, ребята. Тому у них камеры эти. А я говорю, спокойно, да, против. А что мы там делаем? Ну, и, как обычно, свою телегу завел, объяснил им про мир, про войну, когда надо защищать родину, а когда вообще нам нефиг делать в других странах и так далее, по воле там кого-то. Они все это вежливо слушали. И в этот момент я заполнял протоколы. И вот как раз про не стреляя это, я им говорю, а вы знаете, вот у меня то же самое было. Я не стреляя спел там, мы против войны в Афгане, и меня вот ваши старшие уже товарищи 40 лет назад также допрашивали КГБ. И то же самое мне говорят, то, что и вы. Вот вы там клевета, мне говорили, клевета там на армию, на советскую власть, а тут клевета, ну, не на советскую власть, а на эту. Да, я говорю, а тогда, говорю, через год где-то власть поменялась. И они все так припухли. Я говорю, а если сейчас, через годик власть поменяется, что вы будете делать? Они так. Первый раз посмотрели на меня. А потом походили, походили и говорят, Юрдяш, а можно с вами сфотографироваться? Я говорю, может. Ну, зачем пришли? Я с ними со всеми сфотографировался, пожелал добра, удачи, и они мирно ушли. Я говорю, во мне нету зла. Я им тоже говорил, ну, у вас ипотека, понятно, там, лямку тянете. Заставили. Я же говорю, вы же не хотите вот этой фигней заниматься? Ну, они так молчат. Да, конечно, не хотят, видно. Не хочешь, не занимайся. Ну, нельзя заставили. Вот, не хочешь, не занимайся. Вот о чем мы с тобой говорим уже битых три месяца. Ну, не хочешь, не иди туда, не убивай людей. Ну, пойми-то, врубись. Ну, а теперь чистосердечное признание о том, что у меня на самом деле в телефоне. Прежде я ежедневно пролистывала две ленты Facebook и Instagram. Ну, а сейчас к ним добавилась третья. Клуб распродаж Чики Рики. Я уже несколько раз рассказывала про Чики Рики. Напомню основные детали. Ежедневно, вне зависимости от сезона, тут появляются новые акции на классные вещи. Одежду, аксессуары, товары для дома. И все это можно купить по ценам, которых больше нет нигде в интернете. Для тех, кто зарегистрирован в клубе, скидки достигают 90%. А лента у каждого своя. Алгоритмы и в приложении, и на сайте быстро запоминают, какие товары нравятся именно вам. Вау! Вот это цены. Обалдеть! Скидки получают все зарегистрированные пользователи. Но еще выгоднее оформить подписку за 249 рублей в месяц и получать специальные предложения. Ну, а если же вам кажется, что платить за скидки – это слишком, то просто сравните. Одна и та же вещь на известном маркетплейсе и на Чики-Рики может отличаться в цене на несколько тысяч рублей, что ощутимо больше стоимости подписки. Это правда, что все те 10 концертов, которые вы сыграли с момента начала войны, вы играли бесплатно? Ну, мои дети, во-первых, взрослые уже. И, в общем, мне не так нужно много финансов. И я вот свой гонорар лично ни разу не взял ни за один концерт. Я все деньги перечислил беженцам с Украины. Люди страдают. Даже тех, кого насильно выселили перед войной, они живут там где-то в общагах. Для меня не важно, откуда человек с Донецка или с Киева, или с Москвы. Они говорят, что люди, дети. Чем вы сейчас будете заниматься? Ну, мы в данный момент завершаем сведение нового альбома. Я вот за эти три месяца написал несколько новых песен. Песни пишутся. Значит, значит, у меня все в порядке. Вот если бы не писались песни, тогда да. Что мне расскажет спящий проводник? Пустые дребезжащие стаканы на столике купейном у окна несущегося мимо станции. Мента, курящего в кулак заснеженной пустыни, где, как нетрезвый, глупый ученик, стыдливо вывернув карманы, мир наш пред Господом поник. Когда со мной встретится она веселая, без грима, проявятся ли строчки на листе бумаги, что я комкал и таскал в башке своей, как в мусорной корзине, поверив благородной пантомине ее неверной красоте. Когда минуты станут длинными руками неотвратимой смерти, чем время будем мерить мы, во что сыграем с ветром, облаками, одни среди зимы, среди зимы. Что мне расскажет Родина моя с плывущими кусками на экране любви замерзшей в юге февраля, пустой темной пропасти зрачка проширяющейся звездной пилораме, с водой технической, прокисшей в кране, в разбитом шприце тощего торчка, что в туалете просыпается, зевая, и смотрит на поля, и смотрит на поля. Что мне расскажет нищая старуха на злом перроне с полным узелком картошки сваренной, назойливая муха под хамством мокнущая, как под кипятком, за поездом усалость семенит глазами полными разлуки и труда, руками верными прощению и ласке. Сынки, еда чуть слышно говорит, кому, сыночки, деточки, беда? Что мне расскажет эти города многоэтажки склады чьи-то норы, одушевленные граффити гаражи, разбитые кирпичные заборы. Унылая неверная среда всех дней недели ловит поезда, что до смерти и надоели. А край древних этого покоя никто не ценит. Верится с трудом, что столько поколений есть в крови всего надоя. Но там, где третий, рядом еще двое. И свечкой теплится церквушка и роддом. Куда, куда они все едут? Что спасет нас в панорамах дальних, что в этих городах суицидальных, где каждый жест и чувство любит счет? Где все конечно, кроме пустяков, что вечности особенно любимы? И хочется понять меня сопляков в пространство бросивших. Нет, нет, не рабы мы, нет, не рабы мы. Хочу сказать, что русские не рабы. Мы просто в оккупации. У нас расстреливают градами, минами, пропаганды, жесточайшими режут с законами. Убивают каждый день нашу память, наш ум, наш дух. но мы держимся, мы стоим и среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами. Я вот это очень хотел сказать. Мы не рабы. Я тут ехала в поезде в Апсков. Да. Ехала с ребятами, которые ехали с Украины. Да. Контрактники наши. Они были в очень тяжелом состоянии. Им было очень плохо. Ой, ну я же это все помню по Чечне. Это похоже сейчас? Конечно, похоже. Странно, мы в Россию входим в одну воду и дважды, и трижды, и четырежды. Мы дети какие-то, вечные дети. Часто злые дети, вечные. Мы вообще древние египтяне. Вот серьезно говорю. Вот они тысячелетиями не развивались. У них все было по канонам. Они тысячелетиями любили смерть, воспевали ее, строили пирабиды, поклонялись смерти, выращивали в теплицах мумии и ждали смерти. И стояли у пропасти, их больше ничего не волновало. С одной стороны, в этом есть величие, конечно, колоссальное. Ты же каждый день просыпаешься с утра и думаешь о смерти. И как там будет, и что там будет. Вот мы на них похожи. Мы почему-то мало думаем о жизни. Какой она может быть прекрасной. Мы маленькие дети, злые дети, да. Потому что эти дети никогда не жили хорошо. Особенно в уездной России, там мало что изменилось. Те же заборы перекошенные, тот же сортир в огороде. И газификация не везде далеко. Те же дрова, те же печки, лавочки, те же мужики на заваленке, такая же зарплата и пенсия. Это родина. Это конечно, и все то же самое. И один ящик, раньше иконки были, теперь ящик. Ну, в принципе, ничего не поменялось. та же идеология, сотни лет, тысячи лет, и мы как древние египтяне. И конечно, блин, когда президент призывает всех поддержать спецоперацию, терять-то нечего, как те древние египтяне, ну и ладно, рухнем, туда пойдем, сюда пойдем, на кругом же одни враги, в нубийских пустынях миллионных. Все время об этом размышляю, но мы должны говорить, говорить правду, как мы ее понимаем. Я прихожу в зал и говорю, вы здесь разных политических каких-то взглядов, разных мировоззрений, вы молитесь разным богам, но мы же люди, блин, мы люди, ты же не пойдешь по улице и не ударишь невинного ребенка, или не оскорбишь бабулю или еще не сделаешь какой-то поганого поступка. Ты человек, но почему ты позволяешь делать эти поступки нашей власти? Далеко это ОМОН-РА, он все знает, он вездесущий, он все видит, он на небесах, он всех знает, он все насквозь. И наверное, как дети мы этим родителям власти этой нашей ОМОН-РА, мы отдаем свою судьбу, возлагаем на его плечи, и он как раб на галерах по этим небесам включает солнце нам или его выключает, как ему захочется и как он считает нужным. Классно. Смотрите, больше сорока лет вы на сцене в числе ваших поклонников, в том числе и тех, кто руководит этой спецоперацией, и огромное количество людей, которые принимают решения в России. Почему ваша музыка их вообще никак не изменила, на них не повлияла и не остановила их? Когда пушки гремят, музы молчат. Да ну нет. На что нет? На что нет? Мне сейчас пишут некоторые мои друзья, с которыми я там познакомился в горячих точках, потому что они помнят, наверное, что-то доброе, что мы для них сделали, а ваш покорный слуга для армии сделал очень много, когда ей было тяжело, особенно в 90-е годы. Не только в горячих, казармы, аэродромы, военные, пограничники, погранзаставы. Я пел на крейсере Москва, мы дали огромный концерт, который утонул, царцы небесные, и на крейсере Петр Великий, и на подводных лодках. Я видел, как тяжело вообще армии, ребятам, без зарплаты, там, жуть была. Ну, просто по полгода бесплатно там ездили. Ну, когда я пытаюсь с этими своими друзьями до них достучаться и сказать, ребята, вы мне пишите, что там погибают наши пацаны. Кто их убивает? Кто? А чьи пуль они погибают? Здравствуйте, дорогие. В этом году тяжелая дата. Уже 20 лет ребята на постсоветском пространстве идут войны, льется кровь. Первая война началась в феврале 1988 года в Карабах, потом Фергана, Таджикистан, Чечня, Дагестан, Приднестровье, Грузия, Осетия. Я был в августе в Схинвале и опять увидел тоску и кошмар и трагедию. Настоящую трагедию. Я как музыкант я не занимаюсь политикой, ребята. Мне просто тошно и страшно смотреть на то, что творится и когда люди убивают людей. Нет войне, друзья! Хочу людей говорить, что у них было предчувствие, что вот все как-то ждали, ждали, что будет, война будет. Ну, я ведь тоже в Новый год поздравил всех и главное пожелание у меня было, лишь бы не было войны. Мои родители, пережившие Великую Отечественную войну, каждый новогодний праздник, сколько я помню, всегда поднимали первый тост за мир. Я тогда не думал, что этот тост до сих пор будет таким актуальным. Не думал, что сегодня на официальных каналах все чаще и чаще будут рекламировать войну. Как модный шампунь, банковские услуги или просроченный кетчуп. Ну, как-то чувствуют некоторые. Это нормально. Это не есть хорошо. Это всегда больно и тяжело, наверное. А как так может быть, что вот мы все выросли, вот в этом лишь бы не было войны. Да. 9 мая с каждым годом все больше и больше, как будто бы праздник. Как так получилось, что это стало возможно и для всех приемлемо? Вот 9 мая, святой день, у меня отец фронтовик там, закончил войну в Австрии. Он очень мало рассказывал о войне, потому что он ее прошел не на парадах, войну эту, а на брюхе на своем прополз. Вот настоящие фронтовики, они вообще мало об этом говорят, кичатся наградами и так далее. Но каждый год 9 мая это был святой праздник. Стакан водки он выпивал всегда, даже в год своей смерти. А наша власть, она стала эту тему использовать в своих личных целях. Она вот 9 мая, святой праздник, вот полк, а с другой стороны все время вот слово война, 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 можем повторить и так далее. и народу все время это капало нашему замечательному, капало на мозг, да, и к слову война, его приучили. Просто приучили, война. но вот видишь как, можно и на этом святом дне вот его использовать, подсуетиться и какие-то свои дивиденды получить, или желаемое скорее, желаемое, воспитать людей вот в этом. все время говорят, что вот народ поддерживает, народ там за, народ. Да брехня все это, народ поддерживает. Что мы вообще знаем про народ, что он поддерживает или нет? Ой, люди да столько устали. Вот у меня есть друг, прекрасный мужик, золотые руки, на рыбалку с ним ходить, замечательно, он знает, где оконь стоит, где там лечь, где платва, и он такой дружелюбный, замечательный человек просто. Ну, как только мы выпьем по капле с ним, и начнется разговор о политике, я ему говорю, что вот, на Западе там не так плохо, как тебе рисуют. Там человек защищен. Вот, посмотри, давай я тебя свожу в Финляндию. Да нахер мне твоя Финляндия выпивает еще стакан. Я говорю, ну, там, посмотри, там медицин бесплатная, там образование бесплатное, там зарплаты другие. Он все время где-то работает, колымит, ему постоянно начальство не платит денег. А он говорит, да нахер мне твоя Финляндия, не поеду я никуда, там все рабы. Я говорю, оба она. Я говорю, а чьи рабы? Вот этих капиталистов. Они все американские рабы, все, весь Запад говно, все, мать-перемать. И никак не достучаться, никак просто. А человек милейший, душевнейший, прекрасный парень. А вот здесь все, Путик, нахер мне твои финики, эти все, Европа сраная, педофилы все эти, туда-сюда, блин. Почему? Почему? Страх. Страх? Конечно. Боязнь когнитивного диссонанса. Потому что если он туда приедет и увидит, что там действительно так, как я ему рассказывал, если он это поймет, то у него будет просто беда и горе, и он поймет, что он думал совершенно неправильно, воспринимал мир неправильно, и жизни, и людей, и вообще все. У него все разрушено будет. А наш человек очень не любит, когда у него что-то разрушают. особенно внутри него. Какие-то постулаты, какие-то уже устоявшиеся мнения о жизни, о соседях. Это очень может быть таким серьезным испытанием для его души и мозга, что врусс он может перестать существовать. изнасилованные Наши люди изнасилованы пропагандой, другого, другой информации. Многим лень не хочется, многим просто, ну, как бы, да пошло оно все там, а так проще. Слабый всегда хочет прислониться к сильному, слабый он боится, а очень многие люди, которые боятся, они становятся злыми очень от страха. Причина зла это страх, это черная дыра. Откуда так попахивает антихристом, которого все обожествляли и любили, а потом он устроил конец света. И вот я тоже думаю о ядерной войне, она не за горами фактически, 50 на 50. Пляшет пропаганда смертью в наших городах, Сталин и Бандера бьются в буйных головах. Соль цивилизации, солдатские трусы, хватит нежиться с бикини встали на весы. В окопах фотки с женами греют по ночам, наши позвоночники на память репочам. Сдох несчастный голубь мира от большой любви с братьями по крови им, обьемся до крови. Все банально и легко, просто без затей. Все туда, где люди убивают людей. Третья мировая будет ломовая Третья мировая победим и края Третья мировая поползем до рая Третья мировая Третья мировая конца и края Мы никогда не умели говорить власти, что мы от нее хотим? Или был какой-то момент? В России в 19 веке мало кто говорил по-русски. Интеллигенция и европейцы русские, да, они говорили по-французски. А народ говорил по-русски. Народ пел частушки. Да ладно, не буду дальше продолжать. А чуваки вот в городе Петербурге они говорили по-французски и Пушкин и все и Лермонтовы. Потом они уже стали писать. По-русски он писал? Да, да, уже. Но до них говорили по-французски. В основном все говорили по-французски. Конечно, декабристы вышли не из народа. Конечно. Это были русские и европейцы, которые действительно хотели какой-то свободы, республиканских нравов, понятий в нашей стране. Я сейчас вижу очень много людей разных профессий, которые сейчас думают об этом. Я хочу сказать, что если собрать сейчас по стране все горячие революционные кухни, где идут беседы о происходящем, то, конечно, кое-что случится. А мне кажется, нет, мало будет. А связи мало. Мало связей между этими кухнями. Вот в чем наша беда. По кочану. Я об этом размышляю. Мало связей, мало нервных окончаний, свяживающих эти кухни. Значит, значит, мы с тобой виноваты. Потому что мы не нашли эти нитками, не связали нитками правды и добра. Мы не нашли язык. Я говорю, мы до сих пор говорим по-французски. Ну, хотя по-русски, но я говорю образно, как метафора. И наши демократические политики говорят по-французски. Народ их не понимает, блин. И наше творчество не понимает. Мы не нашли этих свет. Когда они найдутся, все будет хорошо. И когда они придут к одному целому и найдут эту точку соприкосновения, точку правды, против которой не будут против ни те, ни другие, тогда все случится. Чтобы люди в нашей стране услышали друг друга, не нужно одной из сторон опускаться до упрощения смыслов. Потому что упрощение смыслов это и есть война. Свои, чужие, враги, свои. В 91-м году Дворцовая площадь полная, народу слушает тихий-тихий голос Дмитрия Сергеевича Лихачева. В 93-м году в мае эта же Дворцовая площадь и там уже посчитали сколько было людей, 120 тысяч человек слушает ваш концерт. Вы им поете не стреляй. Но люди-то тогда в 91-м году были образованные с великолепным советским образованием. Читали книжки, макулатуру сдавали, чтобы Томик Пастернака купить, полузапреченный. Послушайте, Томик Пастернака не решает ничего в этих вопросах. решает. Народ был образованный. И тогда они действительно вышли и хотели каких-то других отношений экономических, гражданственных, социальных между людьми. Немцы сейчас недавно поставили опыты. Вот взяли 100 человек, немцев, не русских, 16% из них, 16 человек, способны воспринимать аргументацию. 65-70 человек не способны воспринимать мозгами аргументацию. То есть они верят в жесты, в позу лидера, в убедительность речи, в эмоцию, а не в аргументацию. Почему ты посмотри, наш язык все больше и больше становится эмоциональным. И мы все больше и больше мать перебать говорим на языке животных, а не думающих людей. А наука, образование, она именно дает второй уровень сознания, который людей научает воспринимать аргументы, факты, а не мифологию чувственную, а не переписанную историю и так далее и то прочее. Не речи какого-то вождя, который, обливаясь слезами, говорит, мы за справедливость, вот эта справедливость, блин, мне это слово давно уже не нравится. Потому что как все благие помыслы ведут в ад, то также слово справедливость это главное орудие диктаторов. Чувственно, справедливость, все, мы, нас обижают, все, справедливость, мы русская нация, или мы немецкая нация, и нас, американцев нас тут, понимаешь, унижают в Ираке, а там это, вот все, чувства, Трамп, Путин, блин, Шрёдер, кто угодно, все. Я говорю, это не только о России, да я говорю обо всем нашем мире, что ценз образования очень сильно упал. Я говорю о ТикТоке, об этих идиотских роликах, которые по 100 миллиардов просмотров. О чем это говорит? И у нас это тоже происходит. Поэтому, как тот старый пердун, буду говорить об образовании, это же без него ничего не будет. И в нашей стороне нужно образование, а мы каждый день тратим миллиарды рублей на войну, а эти бы деньги будут даны образования, вот что важно для нашей стороны. И тогда все поменяется. Но образование-то не только книжки, потому что книжки не гарантируют, что ты не будешь под лицом. Я согласен, книжки не лечат, но образование-то целый комплекс воспитательный, правильно? Родители, ну они, во-первых, не должны бухать и материться на кухне, и не избивать там мужья-жены, наоборот, все вот это детство. Надо социальный уровень поднимать, чем мы должны были заняться все эти тучные годы нефтяные и так далее, и так далее. Сколько мы, и ты, и я, и все очкарики орали об этом на каждом шагу, ну нифига, блин. Ну это естественно, да. Но еще это вопрос... Мама должна... Любовь должна быть. Вот мне мама, первое, что я помню, она мне читала сказки Пушкина. И я сволочью, ну мне кажется, не вырос. Первое слово, которое я выучил и сказал, мама обалдела, импрессионисты. Ну ладно. Я не сказал, ни мама, ни папа, а потому что, ну она мне так рассказывала, смеясь, потому что она была больна импрессионистом. Мане, Дегаи и так далее, Ренуар, ее был любимый художник. И все время мне в детстве показывали иллюстрации. Я вдруг, понимаешь, импрессионисты, если сказать, и папа сказал, все, Юлиан Сосфедович, ну мужик, он будет художник, все. А вы рисуете сейчас? Даже на заборах. Ну я не рисую, но я занимаюсь вот с нашим Темой Анащенко, ну помогаю ему как-то, советую в монтаже клипов. Все равно визуально, у нас много работы всякой связанные, сценография на концертах. Я везде, конечно, с этим. Я очень рад, что я получил художественное образование. Оно помогает в любой... Вообще творчество, законные творчества, они одни и те же. Семь цветов, семь нот. Ну и так далее. Не буду дальше говорить, а то прослыву среди интеллектуалов идиотов. Смотрите, а это однокурсники, что ли, ваши? Это мои друзья детства. Это Мирза, там, Алина, Ильдус, Дима Боровского слева, видишь? Ага. Вот я писал дочь песню. Это был 80-й год и вот эта картина. Я заканчивал институт. Песня вышла лучше, поэтому я пошел в эту сторону. Так, куда идти? Новая песня. Аленушка поет. Как выводили небо из-за алтаря, ломали крылья, били из винтаря. Раслив по банкам, глоткам, голосам, досталось всем по 200 грамм. Куда придем над пропастью воружи? Глубок обрыв небополе расскажи о том, во что мир верит, правит им, что человек не повторит. благополемlem, Ну вот такая песня, да. Вы сейчас смотрите на своих коллег по рок-н-роллу, которые ездят под буквой «З» в разгромленный Мариуполь, по Украине, по России. Что вы чувствуете? Вы хорошо знаете этих людей лично. Ну они выбрали этот путь. Что я чувствую? Я очень многое понял. И мое отношение к власти, можно сказать, даже к любой, оно катастрофически поменялось. И к той власти, которая устроила войну в Чечне. К Ельцинской. Да, и к этим ко всем. И к нашей нынешней. В Белграде к американской. Ну там везде. Вообще я анархист. Стал таким анархистом-пацифистом. Вот это мы приехали. Таким, да. Люблю Кропоткина, его флористику, фауну, флору, который учил нас людей жить, как птички. Драться, но не стрелять друг с друга. Вот Кропоткин мне нравится. Да. Шутка удалась. На Z-концертах, которые были, да, такие шумные, из рок-групп, которые, ну, популярные сейчас в стране, в России, согласились в них участвовать 5-6 всего. Остальные отказались. Это тоже о чем-то говорит. Это также говорит об этих 80 процентах, что все люди наши топят за войну. Все это неправда. В авторитарном государстве, ну, доверять официальным опросам социальным, ну, бред. Нет. У меня мысль такая, что, ну, зная людей, со многими общаюсь, процентов 20, ну, таких ястребов у нас в стране, население за войну, да, где-то, процентов 20 активно против. А серединка, она выжидает, кто победит. Ну, как обычно. С этой серединкой у власти как будто бы все эти годы был такой разговор, договор даже. То есть вы рот закрыли, копите на ипотеку и там обустраиваете свой быт. Но рот закрыли. И вот сейчас, когда забирают на войну детей. Ну, а сейчас все поменялось. Все поменялось, но все равно все молчат. Почему? Где эти люди? Я думаю, по инерции. Люди вернутся. Люди в людей вернутся. Если бы я не был, ну, в этом смысле идеалистом, я бы не смог написать ни одной песни. Если бы я не верил в то, что в людей возвращаются люди в какие-то моменты своего бытия. А вот про тех, кто сейчас из России уезжает, вы что думаете? Ну, а что им здесь делать? Уезжает, потому что их лишили возможности говорить правду. И то, что думаешь, я не знаю. Я не хочу отсюда уезжать никуда. Но меня могут выкинуть отсюда. Ну, как бы пнуть там. Ну, или создать такие условия, что уже, ну, невыносимо будет, да. Ну, поеду когда-нибудь в провинцию у моря. Помнишь этот стих Бродского? Да. Если бы была в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Ох, тога, сандалии и философия. Не размышлять о человечестве, да. Класс. Хорошая смерть. Сократ, кстати, я тут перечитывал, обожаю Платона. И всем советую, потому что Платон, Аристотель – это те ребята, которые настроили мозг вообще человечества. Вот, они нам задали какие-то, ну, может, дурацкие слова, стандарты мышления. Отношения ко всему. Ну, в принципе, вся суть, да вся мудрость человечества, она в этих диалогах, конечно. И о государстве, да, вот Платон записал слова Сократа. Сократ ничего не писал. Молодец был. Ему ничего нельзя было предъявить. Ну, все роду уморили, уморили. Вот такие же, да, уморили философы. Патриоты Афин, уморили его. Я не знаю, как все повторяется в истории вообще. Ну, неважно. И там много было версий, что должно государство выращивать, какого гражданина. И Сократ там выводит интересную мысль, что даже не свобода, а добросердечие. Это важнее, чем даже свобода. Добросердечие гражданину, вот что главное. Тогда будет и свобода, и все остальное. Вот это интересная мысль. Я всегда думал о свободе, я всегда думал, что это главное в жизни человека. И думаю, доброта и добросердечие, вот что важно для всех. Уже не свобода даже, представляешь, до чего дожили? Да. А добросердечие. Сейчас все в депрессии, в какой-то такой вот, в тоске. Как вы себя утешаете? Вот в чем вы находите утешение? Делать, что должно, и все. В работе. От войны не убежать, конечно, но чтобы их было все меньше и меньше. Учиться уже договариваться уже как-то. Но для этого нужно с собой работать, стать людьми. Это очень сложно. Все та же грязь, разруха, воровство. Все та же Азия между двух евростолиц откинулась. С российским Рождеством я поздравляю выживших синиц. Все те же паранойи и тоска, все тот же пафос съездов и народ. Обещанного молча ждет куска, ведь у народа тот же самый род. Все та же неолитовая власть. Сверкают лозунги и все будет зашибись. Власти та же ментовская масть. Из носа сломанного те же кровь и слизь. Все тот же бодрый прет патриотизм. Аэропланы в небе на дровах. Все те же Ленин, Сталин, коммунизм. Застряли крепко в наших головах. Задые ноги мучает попса. О том же главном, что среди яиц встает с колен. И те же голоса льют позитив с гламуристых страниц. Банкуют вражьи рылу ворот. И реформаторы на ржавых фонарях висят. И старый добрый новый поворот Поет хор прапоров у вечности в гостях. Унылый мир, нетрезвая война. И снова мальчики лежат, уткнувшись в снег. И новой жертвы ждет от нас страна. Ведь тот же нужен жертве человек. Как мы все будем смотреться, если попробовать там подняться. И посмотреть на нас с расстояния 100 лет. Как это все будет выглядеть? Ну, много вариантов. Какой тебе больше по душе? Ну, какой ваш? Много вариантов, да. Давай на хорошем. Давайте. Вот это самое страшное вот сейчас. За последнее, ну, наверное, вот десятилетие. А может быть вообще и за столетие. Вот это вот то, что сейчас творится. Если человечество из этого выползет, из кокона вот этого зла, куда нас вбили опять, ненависти, цинизма, равнодушия. И мы из этого кокона вылетим, расправим крылья, и все полетим. Куда? И все будем лететь. А куда глаза глядят? Летать важно. Важно крылышками. Шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Как в том фильме, да. Птица не знает, как она летает. Она об этом не думает. Она просто летит. В этом кайф. Милосердие или справедливость? Я бы так ответил. Иногда борцам за справедливость удается дойти до милосердия. Это великие времена. Хорошо бы дожить до этого. Да. Свобода или стабильность? Очень интересный вопрос. Свобода никогда не должна восприниматься нами как данность. Вот Европа, да, вот до войны, она уже воспринимала как данность. И она стала немножко так хвостом велеть налево или направо. А свобода – это не данность. Даже когда самые, тебе кажется, демократические законы в стране, человек, имеющий свое собственное чувство правды, ему всегда будет тяжело при любом строе, при любой власти. А свобода или стабильность – добросердечие. милосердие и эмпатия. Все остальное потом само вырастет. Родина или истина? Из три вещи о патриотизме, о Родине. Многие люди думают, что главное вот Родина – это моя семья. Другие люди думают, что Родина – это государство. А третьи думают, что это весь мир. Я за то, чтобы соединить посредством образования и работы сердца и кровеносных сосудов все эти три дороги в одну. Потому что пока эти три дороги отдельно семья, государство, весь мир ни хера у нас не выйдет. Соединить все эти три дороги, заасфальтировать ее до Дальнего Востока и нормально прокатиться. Ну, тогда давайте придумаем, где мы увидимся через год. Главное, чтобы не в Аду, Родина. Это самое главное. Особенно я об этом часто думаю, старый грешник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok